Намасте, друзья! Надеюсь, наша встреча на этом курсе произошла не случайно. В йоге есть такая теория, что существуют прошлые жизни, существуют будущие жизни. И предполагается, что вы занимаетесь йогой не только потому, что случайно встретились с ней, а потому что вы из жизни в жизни двигаетесь по пути саморазвития и прикладываете усилия к собственному совершенству. На этом курсе преподавателей я постараюсь вас мотивировать задержаться на этом пути как можно дольше. Почему? Потому что есть такая теория. У каждого человека, который двигается на пути саморазвития, есть кармически связанные души вокруг. Это люди, которые, возможно, пока мало знают о йоге, о саморазвитии и не прикладывают усилия к позитивному изменению самого себя. И по этой теории только вы для своих знакомых сможете донести определенные знания, которые улучшат их жизнь. Знания можно получить, можно ими обладать. Но если вы не будете делиться регулярно знаниями с другими, вы не будете развиваться, эволюционировать. Поэтому очень важно не просто пройти курсы преподавателей для себя, а стать хорошим, квалифицированным преподавателем. Вне зависимости от того, сколько вам лет и какая у вас подготовка. Если прикладывать усилия, можно изменить свою подготовку в лучшую сторону. И даже если вы пожилой человек, усилия на пути йоги помогут другим вокруг вас стать более здоровыми, более мудрыми, более спокойными. И в конечном итоге мир вокруг станет лучше. Надеюсь, наша встреча будет результативной как для вас, так и для окружающего мира. Благодарю и до новых встреч. Ом. Намасте, друзья. Меня зовут Александр Дувалин. Мы с вами, надеюсь, скоро встретимся на преподавательском курсе, где будем вместе разбирать очень интересные моменты. Во-первых, мы с вами рассмотрим некоторые первоисточники и писания по йоге, которые, наверное, я считаю, что должен знать каждый уважающий себя йог в современном мире. Несмотря на то, что йога в современности у нас с вами имеет разные формы, тем не менее, всегда очень полезно и необходимо обращаться к первоисточникам. Также мы с вами на одной из лекций рассмотрим основные понятия для преподавателя йоги, да и не только для преподавателя. Это те вещи, без которых йога, наверное, превратилась бы в обычную физкультуру. Понятия о карме, реинкарнации, аскезах и тапасе. Поговорим на жизненно важные темы, которые помогут преподавателю быть эффективным преподавателем. И в первую очередь не только для себя, а для своих занимающихся. Ну и, конечно же, мы с вами позанимаемся хатха-йогой. До встречи на курсе Ом. Друзья, всех приветствую. Меня зовут Александра. На этом курсе мы с вами проведем вместе время на двух лекциях. На первой лекции мы будем говорить о таких важных инструментах в йоге, как бандхи и мудры. Очень часто, когда мы с вами становимся преподавателями, начинаем работать с людьми, на первый план выходит энергия. И бандхи и мудры являются утонченными инструментами йоги, которые позволяют работать именно с энергией. Мы будем с вами учиться их выполнять, правильно рекомендовать выполнять их вашим будущим ученикам, студентам и, соответственно, разбирать разные моменты, противопоказания, эффекты. Я надеюсь, что наш с вами опыт будет позитивным и вы будете вдохновлены этими тонкими инструментами. Вторая лекция будет посвящена тому, как вам, как начинающим преподавателям, подготовиться к чтению лекции по йоге. Лекции по йоге — это действительно очень важная, важная часть преподавательской деятельности, и вам очень понадобятся некоторые знания о том, как грамотно составить лекцию, подготовиться к ней, и самое главное, как восстановиться для того, чтобы те, кто вас послушал, получили от этого пользу. Я желаю, чтобы этот курс стал для вас неким моментом перехода от понимания формы йоги к её сути, от понимания каких-то физических моментов к тонким моментам, и действительно стал, наверное, базой или основой, на которой вы закрепитесь ещё долго на этом пути. Ом, и до встречи! Здравствуйте, меня зовут Антон Чудин, я преподаю йогу в клубе Омру. На курсе преподавателей я буду проводить занятия по дыхательным практикам, которые в йоге называются пранаямами. Разберём несколько классических дыхательных техник, узнаем о том, какие есть духовные эффекты от этих практик, какие есть физиологические эффекты, для чего заниматься пранаямой, какой эффект может получать преподаватель от различных дыхательных методик. Я желаю вам упорства и воли на пути к освоению тех знаний, которые будут на курсе преподавателей. Ом, друзья! Меня зовут Тамара Круглова. Я заинтересовалась йогой порядка 10 лет назад, практиковала разные направления и стили, обучалась в нескольких йога-центрах в Москве, веду занятия по хатха-йоге около 8 лет и сотрудничаю с клубом несколько лет. В рамках данного курса мы встретимся в контексте темы «Отстроек асан». А также я проведу одну тренировку. Буду рада поделиться с вами накопленными мнениями, навыками, знаниями. Друзья, вы выбрали трудный, но интересный путь, потому что преподавательский курс — это высокая концентрация знаний за короткий период времени. Это своего рода способ выйти за пределы своих возможностей. Есть такая древняя мудрость, которая гласит, между прыжком и полетом лежит сомнение. Прыгни с уверенностью, и ты найдешь свои крылья. Друзья, уверенности вам в своих силах, да пребудет с вами здравомыслие. Ом. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Дарья Чудина. И на этом курсе мы с вами увидимся уже совсем скоро. Я прочитаю лекцию, которая касается стилей йоги, современных стилей йоги. Мы с вами разберем наиболее популярные сейчас направления, постараемся отследить историю возникновения этих стилей и ответить на вопрос, как же так получилось, что тайная наука йоги стала известна по всему миру. Также мы поговорим с вами о чакральной системе, о тонком теле человека. Мы стараемся найти применимый в жизни аспект у этих древних и очень интересных знаний. Постараемся разобрать систему чакр как некую лестницу эволюционного пути. Я надеюсь, что эта тема будет очень применима вами в обычной повседневной жизни. Я бы хотела пожелать вам терпения и мудрости на протяжении дней этого курса. Как правило, во время каких-то йогических мероприятий всегда случаются какие-то испытания. И у каждого эти испытания свои. Я вам желаю отследить момент появления сомнений, преград, возможно, ваших эмоциональных реакций, негативных. Постарайтесь их отследить и справиться с ними, проявить терпение. Именно препятствия позволяют нам духовно вырасти и стать немного лучше. Поэтому желаю вам успеха в освоении новых знаний и терпения на коврике и вне его. Благодарю. Здравствуйте, друзья, ОМ. Меня зовут Вячеслав Бывальцев. Я врач современной медицины и врач традиционной медицины, в частности, Аюрведа. И я преподаватель йоги в клубе ОМРО. На этом курсе я буду преподавать вам анатомию и физиологию тела, йога-терапию и травмобезопасность. В общем, все медицинские аспекты относительно йога-практики. Я желаю вам успешного прохождения этого курса. И желаю, чтобы этот курс стал для вас очень значимой вехой в вашей жизни. Я желаю очень глубокого проникновения в знания йоги, практики йоги. В общем, я поздравляю вас. ОМ. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Владимир. И мы с вами увидимся на преподавательском курсе. Разговаривать, общаться мы будем с вами по поводу питания. Я прочитаю вам лекцию. Также сразу бы хотел вам рекомендовать за эти дни попробовать свой режим питания изменить. Попробовать за эти две недели сформировать полезные, хорошие привычки питаться правильно, чтобы ваше питание помогало вам в вашей йогической практике. Ведь это не просто банальный процесс, а наша повседневная жизнь. Также я буду вам помогать с технической точки зрения. Если у вас будут какие-то сложности с трансляциями, с повторами, вы всегда можете мне писать через чат, через форму техподдержки или напрямую. Буду рад вам помочь. Друзья, всего доброго! Друзья, приветствую! Меня зовут Мального Елена, я преподаватель клуба Ом.ру. С 2013 года провожу занятия на инструкторских курсах нашего клуба в Екатеринбурге. На этом курсе мы поговорим с вами о шаткармах или очистительных техниках. Сложно переоценить значение этих техник в практике йоги. Они позволяют работать не только с физическим телом, но и с сознанием человека. Я желаю вам эффективных лекций и, конечно же, попробовать и освоить шаткарму на собственном опыте. Благодарю! Здравствуйте! Меня зовут Екатерина Андросова. И на этом курсе мы с вами будем заниматься практикой хатха-йоги. А также у нас будет с вами очень важная лекция о том, как построить комплекс по хатха-йоге для начинающих. Эта лекция у нас будет представлена в двух частях. И мы будем очень детально, подробно разбирать основные принципы составления последовательности. Будем разбирать, какие асаны включать в тот или иной блок. И если у вас будут возникать какие-то вопросы по строению комплексов, именно ваши вопросы мы будем разбирать в чате. Если будет недостаточно словесного ответа, я буду снимать видеоотчеты и прикреплять эти записи в наш чат. У нас впереди с вами две недели общения, и я очень прошу каждого из вас быть активным в чате. Ведь именно от ваших вопросов будет зависеть то, как будет выстраиваться наше обучение, какие ответы онлайн мы будем вам рассказывать. И поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, будьте активны, пишите ваши вопросы. Чтобы ваше обучение происходило комфортно, интересно, и у вас была литература, мы подготовили для вас специальный интерфейс в вашем личном кабинете. Там выложены электронные пособия, которые будут помогать вам в изучении материалов нашего курса. Это методическое пособие, которое содержит весь наш курс. И прочитав его, вы будете готовы к экзамену. Также это книга «Йога-сутры Патанджали». Ее желательно пролистать или же прочитать перед лекциями по «Йога-сутрам Патанджали», которые у вас стоят в расписании. И книга «Азбука асан». В этой книге представлены асаны, которые мы будем с вами проходить на отстройках, а также другие асаны хатха-йоги, которые, возможно, вам будут интересны для дополнительного изучения. Я надеюсь, что сейчас вы полны энтузиазма. Впереди у нас две недели общения. Мы будем все вместе, несмотря на то, что находимся за кадром, но тем не менее мы постоянно с вами в чате и готовы вас поддерживать. Очень надеюсь, что этот энтузиазм сохранится и далее, и в течение двух недель будет поддерживать вас и помогать посещать все лекции, все практики и потом останется по завершении курса.